Здравствуйте! Вы находитесь под защитой. Мёртвые души Гоголя начинаются картины обсуждения дураками дороги. «Вишь, ты, — сказал один другому, — вон какое колесо. Что ты думаешь, доедет только колесо, если б случилось в Москву? Или не доедет? — доедет, — отвечал другой. А в Казань-то, я думаю, не доедет. — В Казань не доедет, — отвечал другой. Вы находитесь под защитой. Сегодняшнюю тему навела недавняя поездка. Довелось ехать машиной на важное заседание в другой город. Ехала и любовалась скажущимися бесконечными дорогами, богатейшими полями, садами. Ах, какая прекрасная у нас Украина! Какая бескрайняя! На зависть маломерным Япониям и Иже. Сколько простора, сколько шире. Но! Но на дорогах зевать нельзя. Только отвлёкся взглядом в сторону, и она — яма. Если зазевался и уже не попал на важное заседание. И вообще никуда не попал, так как, попросту говоря, попал в аварию. С разбитой машиной, вывернутыми колесами и так далее. Ну, слава богу, я доехала нормально, но, будучи водителем и наблюдая наши дороги и трассы, могу сказать, что водителям на них приходится туго. Александр из Запорожья написал нам. «Недавно утром ехал на своей машине на работу и внезапно попал в большую яму. Колеса вывернуло, повредилось днище машины, заклинило дверцы и так далее. Кроме того, что я потерял целый рабочий день, вызывал полицию, сидел полдня в полиции, оформляя бумаги, так ещё и ремонт предстоит немалый. Как узнать, кто виноват в случившемся и кто возместит ущерб? Я думаю, пишет он, что любая власть обязана поддерживать дороги в должном состоянии. К тому же дорожные сборы автолюбителей платят немалые». Власть, наверное, так, как попавший в такую ситуацию Александр, не думает. Вот поэтому две беды – дураки и дороги, как известно сформулированные классиком «давно-давно», существуют и актуальны по сей день. Хотя сегодня более актуально другое, современное высказывание. У дорог две проблемы – дураки и власть. Итак, что в подобном случае делать потерпевшему и его колесам? В первую очередь следует вызвать полицию. Также софиксировать происшедшее, в том числе с помощью фото-видео. Попросить остановиться другие автомобили, чтобы они стали свидетелем ситуации, записав их данные. Собрать все необходимые документы, подтверждающие материальный ущерб. Это стоимость ремонта, вызовы эвакуатора, другие расходы. Выяснить, кому относится данный участок дороги, в чем въедении находится, кто за него отвечает. Это можно сделать с помощью запросов, в том числе полицейского, адвокатского. Следующее – направить претензию в адрес виновной организации с требованием компенсировать материальный ущерб. А в случае причинения серьезного морального вреда, то и его возмещение. В случае, если в результате такой аварии пострадал не только автомобиль, но и человек, конечно же, необходимо зафиксировать это вызовом скорой помощи. В последующем пострадавшему, его родным, нужно сохранить все направления врача, медицинские документы и чеки на приобретенные лекарства. Все это – доказательство для требования в будущем компенсации за причиненный материальный моральный ущерб. А если в аварии из-за неисправной дороги пострадало сразу несколько автомобилей? В таком случае водителям действовать нужно вместе и слаженно. Также вызвать полицию, также софиксировать происшедшее, собрать каждому подтверждающий ущерб документы, направить совместную претензию виновной организации. А в случае, если претензия не удовлетворена, а ущерб значительный – обращение к юристу и в суд. Вы находитесь под защитой. Иске к дорожным службам по поводу ям, люков, поваленных деревьев отнюдь не редки, и пострадавшие, обратившиеся к Фемиде, оказываются в выигрыше. Так, в индустриальный районный суд города Днепропетровска обратился пострадавший от дороги, то есть неправильного светофора. Суд рассматривал иск к дорожной службе о возмещении ущерба, причиненного водителю и автомобилю в результате ДТП. Причиной аварии стал неисправный светофор на проспекте в городе Днепропетровске. На перекрестке загорелся светофор и горело одновременно два зеленых света. Два автомобиля, естественно, одновременно поехали и столкнулись. В результате серьезные повреждения двух машин на округлую сумму. Сергей, один из потерпевших, обратился в суд с иском. Грамотный водитель, он собрал необходимые доказательства по делу, подтверждающие факт аварии и неработающих светофоров. Собрал свидетельские показания, документы о причиненном автомобилю вреде от СТО, куда он обратился за ремонтом машины. Суд принял решение удовлетворить иск и обязал ответчика дорожную службу компенсировать полностью материальный ущерб, расходы на ремонт. Кроме того, суд взыскал также компенсацию и возмещение морального вреда. В эквиваленте это было около 350 долларов. В результате у водителя, кроме денег, еще и прекрасное чувство правовой победы и самоуважения, а еще надежда, что подобный урок дорожники усвоят и дороги станут лучше. Вы находитесь под защитой. Гоголь красиво и восхищенно писал про дорогу. Какое странное и манящее, и несущее, и чудесное в слове «дорога». И как чудна она сама, эта дорога. Добавлю, как водитель, к словам Гоголя, современную составляющую. Ах, как хороша дорога, если она хороша и качественна. Вы находитесь под защитой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова